Патриотизм, самоотверженность и желание творить добрые дела. Эти качества присущи каждому активисту молодой гвардии. Ежедневно более 600 ребят и девчат из Карачао-Черкесии, не жалея сил, помогают тем, кто нуждается в их поддержке. И этой доброй традиции уже 18 лет. Самая большая молодёжная организация в стране. Единственное, первые обогнали уже или нет. Но я уверен, что молодая гвардия за это время, которая уже существует, под своим крылом объединила очень разных, очень амбициозных, инициативных, но глубоко таких человечных, патриотически настроенных молодых людей. Деятельность молодой гвардии разнопланово, обширно и затрагивает почти все сферы нашей жизни. Организация объединила молодых людей с разными интересами, но общими ценностями. Это одна большая семья неравнодушных и активных людей. Вместе они организуют экологические и патриотические акции, занимаются благотворительностью, реализуют социальные проекты. Так, молодогвардейцы были волонтёрами во время пандемии коронавируса. Они работали наряду со взрослыми в госпиталях, развозили болеющим по домам медикаменты и продукты. Вы состоялись как личность. Вы просто молодцы, большие. Ваши родители действительно могут гордиться вами. И то, что вы делаете, вот волонтёрское движение, вы видите, какое внимание сейчас уделяется волонтёрскому движению. Вы делаете очень много добрых дел. И я не сомневаюсь, вот всё, что доброе вы сделали, делаете, будете делать, сторится и вернётся к вам. В день рождения молодой гвардии самым активным ребятам вручили почётные грамоты от депутата Госдумы Салтана Узденова и парламента Карачао-Черкесии. К слову, одним из ключевых направлений работы молодогвардейцев остаётся поддержка участников СВО и жителей Донбасса. В этом году двое наших землячек – Светлана Дьяченко и Гульнара Коломойцева отправились добровольцами в Мариуполь. Девушки провели там две недели, помогая местному населению. Наши парни находятся там, защищают нас, и мы чем можем, помогаем и едем. Я думаю, это долг, наверное, каждого человека. Решили мы поехать, потому что даже с начала СВО всегда чувствовали свою ответственность, чем могли, помогали, собирали гуманитарную помощь, отправляли. Вот, когда появилась возможность поехать, подгадали время, выбрали, то отправились, потому что чувствуем, что как-то надо помогать. Кто как может, тот и так участвует в этом непростом времени. Вступление в ряды молодой гвардии – это не только возможность заниматься волонтёрством и быть в центре событий. Молодая гвардия давно стала площадкой для реализации различных проектов. Так, в этом году в Карачао-Черкесе стартовала школа молодого политика. Её ученики смогли пообщаться с депутатами, руководителями министерств и ведомств, более подробно познакомившись с работой исполнительной и законодательной власти. Этот опыт оказался успешным и будет распространён. Мы хотим открыть форум для всех субъектов Российской Федерации, чтобы у нас в Карачао-Черкесской Республике собралась вся Российская Федерация открыть форум тоже по направлению политики. Молодой гвардии каждый может найти единомышленников и вместе делать жизнь лучше и комфортнее. Впереди у ребят ещё множество планов, проектов и новых вызовов, с которыми они обязательно справятся. Хатима Куршева, Мурат Кемрюгов, Архи С24.